Ведь в преддверии поста, да, в преддверии поста необходимо поститься, естественно. К сожалению, я это делать не могу. Но вы можете, но с другой стороны пост скоро-скоро заканчивается. Скоро у нас Пасха, вот. А после поста вы уже можете все что угодно покушать. Давайте определимся, где мы все это дело будем кушать. Я предлагаю вариант недорогой, качественный, и по цене то же самое, что и дома. И это, естественно, столовая по-домашнему, которая располагается здесь, на проспекте Ленина, 90. Вы знаете, меня легко достать, когда вы мне говорите, что масс-медиа это не есть гуд. А я вам говорю, что с 99% бизнесменов я бы не общался. Как и с большим количеством бюрократов. Но сегодня речь-то не об этом. Мы просто послушаем обыкновенных людей, посещающих столовую по-домашнему на Ленина, 90. Все-таки вы пришли сюда, в столовую по-домашнему. Цена вопроса, и вообще какой результат здесь? Ну, достаточно качественно, достаточно вкусно, ну и по деньгам очень-очень. Можно спокойно кушать? Да, конечно. Сумма небольшая, до 99 рублей. Да, конечно. Да, небольшая. То есть, в принципе, вы где работаете? Ну, чтобы понятно было. Я учусь в колледже. Учитесь в колледже, на 99 рублей здесь можно покушать? Да, спокойно. Удобного. Слушайте, я также хочу кушать. Да. Вообще-то, да. То есть, я сюда прихожу, а у вас еще ребеночек. Да. А как здесь кушается? Отлично, вкусно. И недорого. И недорого. А почему здесь кушаешь? Что рядом работают. А это дорого, нет? Нет. Недорого, да? То есть, можно сюда прийти и спокойно покушать? Да, можно. Если недорого, почему не питаться? Логично? Конечно. Насколько здесь дешево, по-моему? Да, очень дешево, очень вкусно. Вопрос маленький здесь задал. Тут очень много кушаний где. То есть, можно пойти попробовать покушать в континенте, да? Дорого, ценники вырастают, да? Можно пойти шаурму купить. Вон, шаурма. Там, там, там. Можно на центральную городскую. Здесь также очень много столовых разных. Почему я столько сюда? Ну, работаю недалеко от этой столовой. То есть, в шаговой доступности мне очень удобно. Посмотрел другие столы и пришел сюда? Да. То есть, как бы, был в других столовых. Здесь мне что понравилось, это качество еды и доступность цен. Но все равно вкусно же здесь, да? Тип перебьет. Нет, вкусно, да. Вкусно, да? Кормят вкусно. Уже, ну, в принципе, более месяца мы здесь кушаем. И все что? Все нравится. Все нравится. Все нравится. Спасибо большое. Спасибо. Вкусно же? Да, вкусно. И вообще, как бы, и недорого. Да, и недорого. В общем, вернувшись на круги своя. Конечно, зная результаты, понимая последствия, столовая по-домашнему реально ушибает конкурентов. Здесь, на Ленина, 90. Потому что правило единое. Готовим не как в лучших домах и не Лондона, а всех городов нашей страны с индексом СССР. А что это такое? А вы не знали, что Магнитогорск строили люди изо всех концов любимой моей страны счастливых стариков и ребят. И аромат-то здесь крутой. Зачем нам Япония? Зачем нам Италия? У нас все в действительности круче. Круче и самое главное. Здесь те же цены, что вы можете сделать дома. Поверьте мне. Ну и, естественно, просьба. Куличики. Их тут пекут очень хорошо. Я пришел сегодня, даже ничего не буду говорить, потому что, когда я все это дело буду монтировать, вы поймете, насколько это вкусно. Вкусно и недорого. То есть два блюда. То есть это завершающая процедура перед постом, а это не завершающая процедура после поста. То есть сейчас кушайте это, а после поста кушайте это. Цена, в принципе, не сильно большая. Ну, здесь, конечно, я покруче сделал, но после поста, чтобы не покушали, никаких проблем. Комбинация здешних приборов, это примерно 200 рублей, но чуть-чуть больше. Комбинация вот этого всего, это примерно 100 рублей. Ну, 100 с небольшим рублей. То есть, в принципе, покушать можно достаточно легко и просто. Вопрос, где я буду кушать? А вот с этим вопросом я вам говорю, пацаны, мальчики и девочки, мужчины и женщины, бабушки и дедушки, а также ваши детишки, залазьте в замечательную страничку под названием YouTube. Убивайте мою фамилию Челейкин, и вы поймете, как я все это дело кушаю. Мы говорим о постном блюдах. Пожалуйста, никаких проблем. 15, 15. Чуть-чуть дороже там с небольшим. Здесь тоже самое. Все очень недорого стоит для постноты. Вопрос возникает у вас, как можно вкусно покушать? Ну, винегрет, это понятное дело, да? Я сам его дома готовлю. Ну, долго готовлю. Хочется, конечно. Но процедура приготовления, это не один час. Поверьте мне. Одно варится, второе варится. Потом крошение идет. То же самое. Вот это не получается. Реально. Отличная конпусточка. Да. Сейчас тоем другую капусту. Настолько вкусный. Это похоже только здесь. Става, по-на-вашему, на Лене 90. Да, обалдеть. И раз на вкусное блюдо. Вообще, борщ ели? Обыкновенный вкусный борщ. Ели? Ели или не ели? Если вы не ели, то только в столовую по-домашнему. Попробуйте. Сейчас мы его размешаем. Потому что, если я готовлю дома борщ, я туда унедряю либо свиньенку, либо говядинку. Ну, поскольку, поскольку мощно любит говядинку, в смысле свиньенку, хватает, что я так и делаю. Ну, вкусно же. Ну, вкусно же. Попробуйте. Просто попробуйте. Может быть, дальше попроситься будете. Удивительное блюдо. Просто удивительное блюдо. Теперь вернемся на круги свои. Драники. Овощи. Слушайте, я, наверное, скоро туда перейду. Овощи. Перечислить, поймете. Это морковка. Это фасоль. Это капуста вкусная. Это перец. Еще и лук. Обалдеть. Просто, реально. Все собрано. Это делано. Мне когда говорят, что у нас в мае кухня, я говорю, пацаны, когда мы говорим о России, мы не можем говорить, что это плохо. Потому что Россия, на территории России, если даже не ошибаюсь, более 200 национальностей. И все они реально готовят еду. Вкусную, естественно. Доядранник. Обыкновенная картошка, но чтобы так сделать... мне говорят, ты же вроде много где кушал. Я прям много где кушал, но такого удовольствия еще нигде не было. Поверьте мне. А что бы не хочется-то, если такие блюда есть? Теперь перейдем к другой технике. Девчонки, пасха закончилась, и сразу же сюда. Сейчас проверю. Присаживайте, где стоянут. Возвращаюсь на постные блюда. Была такая тема. Один из... Служители господа, сделал то, что кушают люди на пост. Знаете, это все было реально вкусно. Очень вкусно. Да нету мяса. Ну и что? Можно и поститься супом. Теперь перейдя к мясу. А если у меня хорошо слышно было, да? Вот об этом переодку звучать придется. Но постараемся, если что у нас камера работает. Вот это будет вкусно. Это будет реально вкусно. С чего дело начинается? А дело начинается... А я немножко пересяду вот так. Ну, чтобы было удобно с вами обшаться. Мы начнем с ухи... Не с ухи. Ах, ухая-то будет чуть позже. Сегодня ухота тут нет. Что-то у меня кукушка залетела. Вот. Вместо замечательного и сногсшибательного просто удивительного блюда. Какое блюдо? В нем есть что? В нем есть квас. Окрошка. Понимаете? Это окрошка. Замечательно, хорошая. Замечательная окрошка. Ммм. Окрошку также дома готовлю. Просто супер. Берем. Та же самая. Абсолютно домашняя. Очень вкусная и грамотная окрошка с настоящим квасом. настоящий, грамотный, хорошей колбасой. Да не зуба. Просто от винта. За окрошкой. За окрошкой дальше. Но обыкновенный московский салат. Аккуратненько размешаем. Аккуратненько размешаем. Аккуратненько размешаем. И потихонечку так туда же. Я, конечно, тоже хожу и везде кушаю. Хожу и везде кушаю. Мне везде мне все нравится. Мне везде. В этом случае мне все, по крайней мере, вот то, что я сейчас кушаю, реально очень нравится. Что здесь? Картошка, морковка, огурцы. Сверху. Майонез. Внутри еще. Курица. Сделано супер. Такое ощущение, что вас просто любят здесь. А еще гиджечка. Во. Перейдем чуть-чуть дальше. Потому что дальше, дальше меня ждет обыкновенный суп. Обыкновенный суп. лапша с курочкой. Здесь не пробовал. Чуть-чуть подперчу. Простите, я люблю перченое. Обыкновенная простая лапша с курочкой. Ни разу здесь не пробовал. Подъем семя пьет. Вот такая же. Отличная домашняя лапша. Эту лапшу делает у меня мама. То есть у меня жена готовит, у меня мама хорошо готовит, у меня теть Галя хорошо готовит. К слову, а теть Галя. Это вот для этого я специально говорю. Представляете, когда-то мне было примерно 110 килограмм. Сейчас немножко подсдулся, естественно. Обыкновенный нормально даже вошли лапша. Обалдеть. Теперь, к слову, теть Галя. Вот как она готовит. Теть Галя это жена Дед Сережи. Дед Сережи держит камеру. Прихожу к ней и удивляюсь, как она все это дела готовит. Это, конечно, тема другая. Абсолютно другая тема. Картошечка. Вот такая картошечка. Ммм. Да, разваренная. Интересно. Интересно. Сейчас расскажу. Обыкновенный простой картошечка. Но специи дополнительные. То есть я очень люблю картошку с чесачком. Дело немножко санякады добавляю. Результат примерно тот же. Но она немножко другая, эта картошка. Потому что она с укропом и еще что-то там сделано. Вот. Теперь, к сожалению, мне придется взять ножик. Попробую ее чуть-чуть подрезать. Видите, у меня видеокамера радио. Если я что-то положу, вы не будете ничего слушать. Вот. Это отдельное блюдо. Здесь же готовится. Такая штука есть. Если вы в действительности хотите покушать грамотную вкусную пищу, вам все-таки в столовую по-домашнему и надо прийти. по одной простой причине. Я тоже самое ходил-ходил-ходил-ходил-ходил в одном супермаркете. Хотел я себе взять сосиски. Долго-долго ходил, ничего не нашел. Долго-долго ходил. Потому что то там колбаса. Не то, что колбаса, туда добавляется мясо, грубые обдирки курицы. Представляете? Не знаю, что такое. Так что лучше сюда прыгем. Потому что здесь что делается? Крепостоклавы это попробуете? Вы будете уже о других вещах говорить. Супер! Супер! Сделано здесь же. Понятно? Как это делается? Проходить, проходить. Ничего что должно. Видите? Ну наш абсолютно нормально. Так уже таких же тараканов нет. Траст проходить. Видите? Ну чтобы было понятно, где мы работаем. За мной есть люди. Мы работаем. Что вы здесь кушали? Дальнейшее блюдо, которое я решил попробовать. Супер! Это у нас курица. Не курица вы что есть? Курица я вообще не брал. Хотя вот наверное здесь она будет. сегодня у нас Пейсах на Пейсах это еврейский праздник есть приготовление немножко другое. То есть они готовят рыбу. Иногда такое было. Ну редко редко когда ел щупу приготовленный. Супер! Это просто было супер! Поверьте мне это было просто супер! Что то в этом роде. рыбу вы чувствуете везде и всюду. И это изумительная рыба. Стоит абсолютно недорого. Попробуйте ой та же самая штука с немного другим привкусом. Ну извините я вообще очень хорошо отношусь к евреям. Мало что в моем лице 25% евреям все остальное это турки. А паспорт у меня а в паспорте я русский человек. Это город магнит оглас. Все тут русские листы внезапно. Ну да ладно. то есть вот и для моих еврейских корней вот это было супер. Проверьте мне. Так некоторая часть турков она молится поковницей что есть турки исламом занимаются а есть турки которые молятся как обычные аппадоксы естественно вот мы оттуда из молильщиков то есть чуваш это тоже турки а у нас еще есть такая штука подозваем гагаузы вот у меня половина чуваша и 25% еще и гагаузы а гагаузов турции очень любят потому что представляете они в горах живут и они говорят что раз гагаузы это вообще как я люблю нашу страну наша страна под названием Россия а вот это отсюда я даже думал что в данном блюде частичка Грузии есть я съездил Грузию посмотрел вот супер еще какая-то штука сегодняшний разговор я закончу сегодня я попробовал то что нигде раньше не ел конечно я много что ем но я потом в следующий раз приду потому что я вижу что здесь всегда что-то новенькое готовится постоянно что-то новинка это очень хорошо вот куда приехать естественно сюда в проспект Ленина 90 по-домашнему очень реально недорого ну естественно оконцовочка то что я здесь покушал и это не одна сотня баксов в смысле здесь это просто 400 рублей перемножки на ресторан и поймете другая тема спасибо бабушке моей 80 100 переменей в меня залетало легко да и спасибо корпункту мало нас на селе не кормили ну просто было супер теперь другой вопрос а почему не утро а почему не вечер во цена то такая же что вы можете приготовить себе и дома но вкус другой так что может быть все-таки здесь и завтракать и ужинать я бы вам показал что это такое но не буду это делать по одной простой причине я когда приезжаю в столовую по домашнему я дома не кушаю потому что я кушаю здесь конечно все это супер а теперь маленький вопрос когда я все это дело буду монтировать наверняка я не буду так вкусно питаться понимаете поэтому поэтому лучше приехать сюда и покушать приезжаю в столовую я иду я иду